Так, ну, в общем, начинаем. Сегодня у нас лекция будет из двух частей состоять. Сначала маленькая лекция, небольшая, потом практика у тех, кого получится. Сегодня про ACL поговорим. Кто-нибудь помнит, какие у нас есть основные виды ACL? Я в прошлый раз говорил там. Там я говорил много-много, а там два основных таких самых. Денис? Рекурсивного не было? Ну, почти, да. Но это не самое главное. Там есть стандартный и расширенный. Вот, два. Значит, сегодня мы поговорим про стандарт ACL-лист. Чем отличается? Стандартный просто нам позволяет фильтровать только по source IP-адресу. Да. Я в прошлый раз говорил. Акцесс-контроль-лист используется, на самом деле, для много чего. Используется, ну, в широком смысле, да, для выборки трафика. Ты можешь его использовать для настройки НАТО, для... Как фаервол можешь использовать? Нет, смотри, это самый такой основ... Ну, как бы, да, один из таких основных. Ты можешь, типа, кого пустить, кого не пустить. Это ты его используешь ACL в виде фаервола, да. Также он, это, для VPN, для НАТО, для VoIP. Ты можешь выбирать для calls, ну, reality of service, да. Ты можешь, он именно для выборки трафика. Ты выбираешь какой-то трафик с помощью ACL, да. А потом ты этот ACL, ты его присобачиваешь куда-нибудь, да. В зависимости от того, что ты хочешь с ним сделать. Ты можешь, например, выбрать, вот, например, для reality of service, если ты выбираешь VoIP трафик и говоришь с помощью ACL, да. А потом говоришь, что вот этому трафику дать-ка побольше приоритет, да, там. И все. Это тоже ACL используется. Вот. Сегодня мы будем стандарт... Их, ACL-ов, несколько видов, да. Вот, как я говорил в прошлый раз, стандартный ACL, самый простой, фильтрует только по source IP-адресу, адрес источника, да. Минимальное потребление ресурсов, потому что он максимально простой, да. Очень простой синтаксис, сегодня посмотрим. Ничего особенного. Стандарт extended access list. Я могу даже показать. Нет, давай, сейчас расскажу, потом покажу. Extended access list позволяет фильтровать по многим параметрам, по IP-адресам, по протоколам, по портам. Он потребляет уже больше ресурсов, сам понимаешь, да. Ну, соответственно, позволяет больше всего. Ну, больше каких-то возможностей в нем, да. И, ну, и синтаксис, конечно, там такой, да, что надо более-менее разбираться по сравнению с простым. Плюс у нас есть несколько access list-ов, access list-ы, которые по времени действуют. Например, ты можешь разрешить, да, там, в рабочее время не ходи в интернет, в свободное, ну, после рабочее время можешь ходить в интернет. Access list, time-bust access list. Access list, да, реверсивный, по-моему, реверсивный, ну, правильно называется, access list. Если, например, ты же, смотри, ты вешаешь access list на пограничный маршрутатор, на вход в сети, соответственно, ты хочешь, ну, как бы, вход во внутреннюю сеть, ты говоришь deny all, ну, или там SSH оставляешь, типа того. Но при этом твои-то чуваки должны в интернет ходить. Они запрос туда шлют, а обратно-то к ним не придет. Соответственно, ты должен либо открыть порт, да, по соответствующей, ну, это дырка, либо ты ставишь реверсивный access list, который тебе, он говорит, что вот ты останавливаешь соединение, он понимает, что соединение установлено изнутри тобой, соответственно, внешнее соединение, которое идет обратно к тебе, он будет разрешать. Вот, реверсивный. Слева странная подламка. Ну, так, вкратце, да. Как вы понимаете, это цель или маршрута? Большая. Это маршрута, да. А на контактах? По-моему, нет. Она не держит. Да. Сегодня поговорим про стандартов сейл-лист. Такой самый, первый, самый простой. Мы посмотрим, как он работает, сейчас вам покажу. Так. Сначала посмотрим топологию нашей сети. Смотрите, я тут поднастроил. Ну, этот кусочек взял с прошлого раза, да? Кусочек взял... В смысле, ну, ой, чей там? Зараза. Все сломал. В общем, такая топология. Тут у меня, ну, вы помните, ну, тут USBF на нем делали. Смотрите, хотел напомнить, что маски. У нас здесь, ну, здесь везде 24-я маска. Здесь указана маска слэш-30. Соответственно, помните, как считать, да, айпишники? Запоминай. Вот у тебя получилось. Я тебе не мешаю, но ты мне не мешаешь. А, слэш-30. Ну, я так, для примера просто привел, да, чтобы это... Типа, да, смотри, у нас... Всего у нас 32 в последнем актете, да? Мы вычитаем 30. Ну, это один из способов, как можно считать, да? Мы получаем двойку. И мы смотрим, два во второй. Это четыре. Соответственно, четыре это будет наш, как его, инкремент. Это будет 192, 168, 1, 0. Потом 1, 4. 1, 2, 4, 8. И так далее. А сеть будет с нуля до трех, с четырех до семи, с восьми, да, скольки там. Ну, в общем, пофигу. У нас сейчас сеть 1, 0. Вот это вот. Следовательно, у нас нулевой мы не используем, потому что это адрес сети, да? Третий адрес мы не используем. Почему? Потому что это что? Широковещательный адрес, да. Соответственно, у нас остаются первый и второй айпишники. Первый айпишник у нас назначен на этом интерфейсе, второй на этом. Это как назначается, да, айпишники, верно? В смысле, айпишники, да, я назначил, больше не. Ну, слэш 24 понятно, да, потому что стандартная маска. 255, 255, 255, 0. Просто я здесь такие маски привел, чтобы мы еще посмотрим, как у нас считаются в ACL и используется вилдкарт маска, обратная маска. Не знаю, зачем я это сделала, но, может быть, для удобства там Cisco придумала. Вот, и просто на таких нестандартных масках интереснее смотреть именно на вилдкарт маски. Здесь у нас сеть 128 слэш 25. Соответственно, как мы считаем? Мы считаем то же самое. Да, можно как посчитать? Допустим, 32 минус 25, это у нас будет сколько? 7. То есть 2 в седьмой, это 128. Соответственно, всего у нас, если 256 адресов, минус 128, получаем 128. Значит, у нас сеть будет 172, 18, 1, 0, 1, 128, 1, и все. Потому что дальше у нас 256. И, следовательно, первое это будет до 127, а здесь до 255. Ну, то есть мы стандартно нашу слэш 24, да, там 32 бита, разбили напополам, получается. И вот это мы взяли. Соответственно, у нас первый айпишник будет это 1.1, и последний айпишник 126. Соответственно, 1.1 у меня должен быть здесь, а здесь какой-то произвольный, там, я не помню, какой-то стандартный айпишник. Посмотрим. Дальше, что у меня? Ну, здесь дальше у меня OSPF запущен еще с прошлого раза. В принципе, должно все работать. Сейчас попробуем что-то поделать. Мне тут несколько задачек себе накидал сам. Например, мы можем захотеть сделать что? Запретить доступ к сети 1.0.30, это вот к этой сети. Запретить доступ вот к этой вот сети. И вот к этому вот адресу 10.5. Это вот этот вот адрес. А какого-какому? Вот там, а справа к этой сети сетям? Не-не-не, смотри. Да, запретить вот к этой сети, да, и вот к этому вот адресу запретить доступ с адреса... Сейчас я перелистаю, нет, не перелистаю. Он что-то не дает так. Вот с этого адреса. Здесь адрес 0.1. Вот здесь вот, вот отсюда. Соответственно, что мы делаем? Вообще, весь конфигуриор шоцеллистов, я как в прошлый раз говорил, да, у нас с чего начинается? Во-первых, ну понятно, топологию мы должны представлять голове, да, чтобы понимать, куда мы его хотим применить и что мы хотим с этим делать. Первоначально мы создаем, просто создаем аксесс-лист. Это первый шаг. Create. Create. Ну, блин, каракули мои. Сейчас. Создание аксесс-листа. Аксесс-лист создается... Вообще, аксесс-лист, это для тех, кто пропустил в прошлый раз лекцию. Аксесс-лист, это просто набор правил. Каких-то опросам и описание делаем. Вот мы сейчас... Я сказал, хотим запретить, кто сети, такой-то доступ. Ну, в смысле, кто сети, хотим запретить доступ. Мы говорим, deny этому чуваку туда. Или просто пишем. Вот, хороший вопрос. А, ты, наверное, пропустил в прошлый раз. Он, смотри, у нас... Что? Все запрещать. Да. Аксесс-лист? Ты можешь вот так вот он выглядит, там, что-то пишешь-пишешь-пишешь. Правила у тебя создаются в определенном порядке. Как правило. А? Как фракт-фракт. Да, так, фактически. Но у тебя в конце стоит просто неявный, который ты нигде не увидишь, deny. А если ты не пакет, алоу? Да, стандартно. Пишешь allow all, и все, всех пускает. Правила обрабатываются по порядку следования. Если пакет попадает под первое правило, дальше он и не идет. Если у тебя, то есть, написано здесь allow, такой-то айпишник, да, а потом ты пишешь deny, вот вся эта сеть, да, то вот этот айпишник, он у тебя пройдет. Потому что вот он дойдет до первого правила, скажет, что, о, это я. И окей, его пустят. Он даже не будет смотреть, что у тебя там дальше deny какой-то прописан, еще чего-то. То есть, первым делом мы должны зайти в global configuration, ну, conf.t, да, и создать этот, access list, ACL. Просто создали. Дальше, хороший вопрос, куда мы его… А, подожди, что ты хотел сейчас спросить? Я хотел спросить, нам получается первое правило сначала разрешить, все, потом… А, смотри, в зависимости от того, что мы хотим сделать. В зависимости от того, что хотим сделать. Как бы мы… Ну, ты же хотел, что ты видишь, ввесит какой-то? Ну, да, сейчас мы посмотрим, да. Получается, ты должен эти две сети запретить, потом написать allow all. Потому что, если ты правильно, ты… Да, 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 если ты allow all не напишешь, соответственно, ты запретишь не просто эти две сети, а вообще все нахрен запретишь. А если первую, то напишут, потом, по-моему, все это запретишь? Если первую allow all, да, то у тебя все пакеты будут попадать под это в правило. И все, да. А они не цифры, а просто не на них не думают? Да, они создают правила, по умолчанию создаются с инкрементом 10. То есть первое правило 10, второе правило 20, 30 и так далее, да. Правил? В смысле инкремент? Не знаю, неограничено. Не говорится. Номера используют, смотри, как бы как в старых версиях CISC. В старых версиях CISC говорят, я сам не видел, я не настолько старый, говорил, что там типа нельзя было insert-ить в середину, там приходилось весь этот access list переписывать. Сейчас можно, во-первых, ты можешь, при создании правил, ты можешь указывать номер правила сразу же, типа может написать, первое правило 1 такой, ну типа номер 1 такой, правило номер 2 такой, по порядочку, да, там идти, ну или там через 15, как тебе удобнее. И плюс ты можешь, если у тебя уже натыкано там 10, 20, 30 правила, да, ты ходишь куда-нибудь между ними, ты пишешь, типа, ну, просто номер правила и само правило пишешь и все. А проблем нету, куда-то в серединку сейчас воткнутся. Соответственно, ты можешь, а ACL у тебя вешается на один интерфейс, в смысле один ACL ты можешь повесить на один интерфейс. Ты не можешь несколько access listов понавешать, а? Каждый интерфейс используется. Да, ты не можешь понавешать кучу там ACL-ов. А? А, ну, это типа как в этом встреча, когда сразу конфигурируешься. А, несколько портов конфигурять? Все равно? На менш там приедем. А, ну, блин, ну все равно, понятно, ты можешь один ACL на несколько этих портов указать. Можно? Наверное, да. Не знаю. А, это был вопрос, я думал, ты говоришь. Не, не. Наверное, можно. Ну, было бы странно, если бы ты создал один ACL, а потом в руках находил, где прописывал на каждом интерфейсе. По-моему, я думаю, что да. Но я не тестировал сам. Так. Значит, первым делом мы создаем ACL. Прописываем наши правила. Дальше. Второй пункт. Применение. Применение. Мы должны наш ACL куда-то применить. Мы можем его применить, понятное дело, на интерфейс. Да. А здесь, ну, тоже немножко отступление. Про прошлую лекцию скажу, еще раз напомню, да, что мы можем его вешать, соответственно, на любой интерфейс. Во-первых. А, во-вторых, мы можем его вешать как на входящие, входящие пакетики, так же и на исходящие. На in и на out. Соответственно, в чем прикол? Ну, понятно, что очень, ну, многие почему-то путаются, да, с in и с out. Соответственно, допустим, если мы хотим, вот у нас сетка 1.128, мы хотим запретить входящие соединения в эту сеть. Соответственно, мы можем повесить его на этом интерфейсе. Они будут у нас куда? На in или на out? На in. А на этом интерфейсе, если мы захотим на этот интерфейс? Ну, на out. Соответственно, разница в чем? Да. Аксесс-листы и мы на аксесс-листы. Что делать? Виртуальный объект на сайт где-то нет? Да. Ты можешь... Да, ты можешь зайти на интерфейс, сказать новую аксесс-лист на интерфейсе. Соответственно, смотри, в чем прикол, почему ты... Есть несколько правил вообще, да, применения аксесс-листов. Во-первых, смотри, в принципе, да, вот если ты говоришь запретить доступ в эту сеть с помощью этого, ну, аксесс-листа нашего, да, тебе, в принципе, пофигу, с одной стороны, да, что ты можешь его и сюда повесить, и сюда, оно будет работать, доступа в эту сеть у тебя не будет. Но, ты смотри, если ты его повесишь сюда, то у тебя аксесс-лист будет применяться на этом интерфейсе, соответственно, ты... Фактически, ты не попадаешь на маршрутизатор на сам даже. Он дропается, пакет у тебя вот здесь вот, да, дропается. Если ты пишешь здесь, то у тебя проходит через маршрутизатор. Он обрабатывает сначала пакет, у тебя дропается только... Да, да, соответственно, надо вешать ближе к тому, кого ты блокируешь. По возможности. Конечно, ты можешь написать, если ты из этой сети, ты можешь повесить его даже вот сюда вообще, или вот сюда, на out. Да, если ты говоришь, что только из этой сети, именно вот эта вот сеть. Чтобы у тебя еще и пакеты еще вот здесь вот еще тоже не таскались. Чтобы по сети они не ходили туда-сюда, правильно? Чтобы ты здесь дропнул сразу их, и все. Ну, если твой, конечно, маршрутизатор. Почему нет? Никто не запрещает тебе. То же самое, сэкономишь ресурсы сети прям, именно, да. Вот. Дальше что? Создали, применили, на in или на out. В принципе, все. Аксесс-лист должен работать. Не забыли прописать allow all, если мы захотим. Есть тоже как-то пару тем применения аксесс-листов. Мы можем же их применять, смотри, как... Если мы пишем, допустим, deny, ну, мы сейчас посмотрим, да, там, deny какой-то там IP-адрес, 10.1.1.1, допустим, да. А дальше пишешь allow. Либо ты пишешь allow all, да. Либо ты пишешь... allow наоборот. Allow какой-то там IP-адрес. А потом пишешь, и все, ничего не пишешь. Ну, или там набор IP-адресов. Это два подхода, получается, с одной стороны, вот в этом, вот, в этом случае, ты, у тебя получается, знаешь, это, он, ACL, как, как большая сеть такая, да. Большая дырявая сеть, ты, ты ловишь в эту сеть именно вот этого большого, типа, этому, IP-шки, большую рыбину. Вот так вот. Соответственно, все остальное у тебя ходит. Здесь у тебя получается, наоборот, вот здесь у тебя как, как фаервол, да. И ты там, так вот, делаешь дырочки маленькие именно для каких-то IP-адресов или сетей. Все остальное у тебя запрещено. Какой подход лучше? Нельзя сказать какой. Нельзя. Потому что, может быть, нет, ACL может применяться для разных целей. Вот в чем дело. Если для фаервола, понятно, да, этот лучше. Возможно, этот лучший подход. Как бы, надо применять тот подход, который лучше для нас, именно, да, для наших целей. Потому что, и... А? Фаервол, нет, закрытый, два молчания. Надо только фаерволить. Да, да, это, ну, да, именно фаерволить, когда ты именно разрешаешь только вот именно тот минимум, который, который тебе нужен. Ну, это тоже имеет место на жизнь, потому что, ну, право на жизнь, да, то, что ты же можешь ACL для чего угодно применять. То есть, не только для, ну, как, как фаерволи. Нет, вот от этого чувака. Нет, вот от этого. Соответственно, надо подумать, где мы будем вешать ACL. И где мы вообще будем его создавать. Мы же можем создать его вот здесь, например. Ну, соответственно, если от этого... Но ACL у нас будет стандартный. Фильтровать будем по source IP-адрес, по адресу отправителя. Если мы его повесим здесь... Конечно, мы заблокируем эту сеть, но мы же эту тоже заблокируем сеть. У нас же тут тоже может быть там сколько-то компьютеров. Следующий блокируем всех. Нафиг, не надо. Дальше. Мы можем повесить его здесь или здесь. То же самое. Ну, вот как я в прошлый раз говорил. Блокируем здесь, мы блокируем сеть, но IP-шник у нас останется открытый. И, соответственно, нам надо блокировать здесь, чтобы вот этот вот IP-шник тоже за... Ну, чтобы до него тоже не было доступа. Соответственно, это у нас что? Так. Это... Идем, в общем, на этот мышцедатор, создаем там ACL. Это только ты будешь делать? Да, это... Смотри, сейчас эта лекция будет. Ты видишь, у тебя другая топология. Потом будет практика, будете сами делать все. А, сегодня я хочу. Я вам сейчас покажу, типа того, да. А, так, R5. Да, я тут уже просто поигрался. А, он уже не открывал. Сейчас он не очень хорошо видно, да? Не, нормально. ConfT, стандартно. Пишем в отцесс-лист. Вот, смотрите, то, что я говорил. Аксесс-листы, вот, то, что я не говорил. То есть, говорил на прошлом занятии. Аксесс-листы у нас могут именоваться по-старому и по-новому. По-старому мы указываем аксесс-лист и номер, и по номеру аксесс-листа мы уже, то есть, ну, как мышцедатор понимает, что это за аксесс-лист. Видите, у нас есть номер 1-199, это стандарт аксесс-лист. 100-199, extended аксесс-лист. Если, мало ли, вам не хватит этих 100 аксесс-листов, если вам надо там больше, у вас есть где-то extended range, так называемые, 2000-2699. Это вот extended аксесс-лист и стандарт аксесс-лист, extended range, если у вас там будет дохрена этих аксесс-листов. Что, покрупнее может сделать? Нет? Олег, видно нормально? О, господи. Белым. А, вот так. Сейчас, погодь, тогда как мне туда-то, я к нему приведу. Я, наверное, сейчас, постой. Нет, мне надо, чтобы basic был, как этот, как стандартный, чтобы он сразу открывался. Все, наверное. Хрен тебе. Нет, не хочет. Не, я же закрыл, терминал-то закрыл. А, вот. Ну, видишь, не хочет. Нью-виндосу, видишь, с этим. Ну, да. Дальше копаться хрен знает. А, вот, что к дефолту может быть. Во, во. Все. Во. Получше, да? Так. Что мы тут? Аксесс-листы, да? Разные. Соответственно, мы хотим стандартный аксесс-лист. Выбираем циферку просто из 1-199. Соответственно, напишем 1. Смотрим, что он от нас дальше хочет. Сразу же хочет... Ну, вот эта циферка, это сразу выступает как имя нашего аксесс-листа, по факту, да? Дальше он говорит, deny permit remark. Ну, что мы хотим? Deny, конечно. И мы делаем deny IP-адреса. Сейчас посмотрим, какой там 172. Нет? Да, да. 172. 30. Да. Ну, это GNS так работает. Это же GNS, где я все это делаю, вот эта фигня. Это же настоящий этот образ этого Иоса. Соответственно, мы, получается, да, подключаемся. Смотрите, дальше получается он что? Он хочет... BuildCardBits, Lock или Control. Ну, в смысле, Enter. BuildCardBits нам не надо. Нам было бы это надо, если мы сеть, да, блокировали. А мы блокируем IP-адрес 1. То есть, нам больше ничего не надо, мы нажимаем Enter просто. Все. А? Да, 4-0. Мы можем даже указать BuildCardBits, да, там, 4-0. Да, он тебе так же. Вот у нас что получилось. Show IP Access List. Deny. Вот этот адрес. 10. Это вот этот вот, да. Стандартный инкремент. Соответственно, что мы забыли? Дальше. LogAll. Да. Permit. Permit. Anyhost. HostName. Адрес. И нам надо Any, соответственно. Да. Все. И видите, тоже он может, предлагает либо log, чтобы логировать, да, либо просто control, все, нам. Куфит. А? Remark. А, фиг знает. Это, видимо, для применения дальше уже. Если ты хочешь помечать, ты можешь помечать трафик и дальше. А? Да. Походу, да. Ты же можешь помечать трафик и потом с ним что-то дальше делать уже. Допустим, здесь помечаешь, а где-то у тебя там... Да. Вот, видите, мы добавили адрес, в смысле еще одно, Permit Any, я же нигде ничего не вводил. Вот он этот, я тут написал, инкремент, этот 20. Соответственно, если, вот смотрите, мы захотим еще раз сделать Access List 1, по идее мы можем сделать вот так, что-то, нет? Нет, не хочет. Этот... Нет. Может быть, он не дает в стандартном Access 6? Ну какие-то, ну да. Как добавить? Нет, смотри, мы просто можем, когда мы создаем... Вот сейчас мы создавали его как-то старым способом, через циферку, да? Мы можем создавать его именованным, вот как сейчас обычно все пользуются, то есть IP Access List. Смотри, он уже говорит, не циферки предлагает, а предлагает имя, да? Extendent, ну типа, тип, да. Мы пишем стандарт, он говорит, либо цифру, либо words, слово. Вот, мы создали Access List, и мы уже в него зашли. И вот он предлагает, мы сейчас зашли в конфигурацию Access List, и вот он, Sequence Number предлагает. Так, интереснее, приятнее, ну как бы, чтобы знали просто, что два, два есть, два способа есть. Соответственно, мы сейчас выйдем, и мы должны увидеть оба. Видите, у нас вот есть один, который на конфигуриали, второй, мы там ничего не делали. Переход, да, глобальное меню конфигурации. Чтобы удалить IP-лист, мы пишем Новый IP Access List, стандартно. Соответственно, шел IP Access List, вот он, один остался у нас. Да. Наверное. А Новый IP именно удаляет прямо Access List? Новый IP Access List, да. Но это стандартное, ты можешь удалять правила, удалять там IP-адреса удаляешь, ты везде, когда что-то удаляешь в ЦИСке? Олег спрашивал, чтобы не удалять Access List на фонду, чтобы он не работает. Сейчас они не работают. Оно у тебя не работает, пока ты его не применил на интерфейс. Да. Соответственно, смотрите, у нас есть Access List, мы создали. Мы сейчас находимся на R5. Соответственно, нам надо что? Мы хотим его повесить на R5, на интерфейс FAS Ethernet 0.0, на вход. Правильно? Идем в CONST, нет. Вот так. Интерфейс FAS Ethernet 0.0. Здесь чуть-чуть другая команда. Я тоже не знаю, зачем они это придумали. Access, нет. IP, в смысле, скорее, Access Ground. Вот, и он предлагает себе уже, ну, в смысле, там был Access List, здесь Access Ground, циферку выбрать наш этот. Мы выбрали первый. И выбираем куда, на IN или на OUT. Мы пишем, конечно, на IN. Все, применили. А, давайте сделаем сначала, смотрите. Мы проверим, что у нас работало, а теперь что у нас не работает. Вот мы его отключили. Попробуем попинговать. Вот с этого, например. Мы же этого блокируем, да? R1. Я тыкнул у него. Много раз тыкнул. Пинк 172, чем мы там блокируем, я не помню, 30.10.5. Саксес. Все окей. Сюда, значит, мы пишем IP Access, нет, интерфейс. IP Access, граф, ин. Соответственно, должно уже все примениться. Ой. Я, наверное, с IP-шником чуть-чуть. А, подожди, а мы запретили? Ну, давай, подожди, сейчас мы посмотрим. Show IP Access List. Deny 172.30. А, так мы не тот запретили-то. Я сам себя запретил же. И на работе, так же. Сам себя запретил, да. Слава богу, что мы не на работе. Нормально. 30.01 нам надо было запретить. Ну, давайте вообще удалим. Да, давайте сделаем, да, сейчас, IP, ACS List 2, ну, чтобы не это, а deny, точно, вот этого, 172, 30, 01, все, да, и идем на интерфейс, Fast Ethernet 00, да, у нас был там, да, не помните, да, сейчас еще не на тот интерфейс применим, Access Grau, нет, IP, 2, и на IN, ничего, о, видали, не работает, соответственно, если мы сейчас, смотри, видишь, мы смотрим, шоу IP, ACS List, да, сейчас мы видим 10 матчей, а, 30, а, этот, пермит еще, у нас сейчас OSPF сломается еще тоже там, кстати. Night Bar Down, смотрю, OSPF сломался, вот эти мы все сломали, это вот, это, допустим, если нас откуда-нибудь досят там с какой-нибудь китайского этого, и адресом мы его там быстренько создали, там, да, 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 нафиг, все, прибегили, зашибись, все, больше не досят, сколько хорошо, ну, блин, интернет тоже не работает, забыли Access-то прописать, ну, блин, ну, мы же зато в безопасности, что, вообще, глобально. А? Че-то? Ну, да, ну, да, конф-т, сейчас, Access-то лист, два, Пермит, ну, не надо, Пермит, Any. О, этот, OSPF поднялся. Пингуем. Тоже, мы, наверное, не могли попинговать, вот, первые у нас две точки, это потому, что на SOSPF-то еще толком тоже не поднялся. Смотрю дальше, еще маленький прикол, че я хотел рассказать, вот видите, вот эти вот, UU, это значит, что, типа, сеть недоступна, он нам говорит, ну, то есть, нам наш R5 отвечает, да, при том, что мы его пингуем, он все равно нам отвечает, по этим UU мы увидим, что все равно, вон там, там кто-то есть, что нас блокирует именно ACL, или... Да, надо сделать, чтобы были точечки для этого, для безопасности. Чтобы это было, нам надо сделать, отключить, просто, чтобы на MyCMP не отвечал на ничего вообще, чтобы втихомолку дропали из пакетики. Ты на интерфейсе его отключаешь. Ты ему говоришь... Что ты ему говоришь? Ну, IP Unreachables. Соответственно, вот эти вот, он тебе не будет отсылать, что, типа, Unreachable будет тихоря дропать. Соответственно, будет... Да, вообще не... Вот эти вот, именно вот это сообщение, да, о недоступности. Это тоже, смотри... А, там, в ТС сначала. Мы тут блокируем... Смотри, Ваня пришел. Смотри, мы тут блокируем... Видишь, у нас эти вот штучки? У-у-у. Это значит, что мы пингуем, нам говорят, у-у-у, сети недоступны. По этим штучкам я понимаю, что у меня вот этот вот R5, он жив, маршрутизатор, но он нас блокирует. Соответственно, мы не хотим для полной безопасности, мы хотим, чтобы нам вообще ничего не отвечало, чтобы дропались вообще пакетики и стихомолку. Чтобы кто-то нас... Вот-вот, чтобы нам надо писать новое IP Unreachables на интерфейсе. А, смотри, есть стандарты, просто, да, которые тебе говорят, что ты должен что-то отвечать. А, нет. По идее, да. По идее, потому что ты... Ну, как бы как, в тихомолку дропать трафик – это не очень хорошо. И резать ACMP трафик тоже не очень хорошо. Вообще, как бы, по идее там... Нет, я не потому что, типа, почему отвечаю на... А почему именно OU? Потому что, ну, Unreachable. А-а-а. Почему вот это не ответил? Удритчабл, тогда это понятно. Слишком долго. О, видали? Мы видим, что у нас точки теперь. А по точечкам мы ничего не можем сказать. Ну, просто не доходит пакет, и все, да, мы... А? Вот здесь мы зашли на интерфейс. Мы это должны применять к каждому интерфейсу, на котором хотим. И на интерфейсе мы должны сказать ново IP Unreachables. То есть там очень много опций, которые мы можем включить, которые отключить, ну, для безопасности. Да, это вот просто одна из... Вот, видишь, IP тут, тут это конфигураешь, именно IP протокол получается. Целая куча всего. А вот этот IP UU выписывают, чтобы для безопасности? Чтобы для безопасности было непонятно, есть вообще хост у тебя или нету там, да, доходит до твоего хоста пинге или не доходит. Если ты пишешь UU, хакер, который тебя пытается пинговать, он понимает, что это твой хост, тебе отвечает. Он говорит, что типа сеть недоступна. А если ты в тихомолку дропаешь пакеты, тебе никто не отвечает, ты не можешь понять, типа, вот, до что до него пакет не дошел, может, он по дороге где-то потерялся просто, да, может, тебя где-то раньше зарезают. Это вот один, ну, из таких маленьких финтов, которые можно применить. Так, дальше, 2107. Это мы зарезали, получается, да, он уже все, не пингуется. Давайте дальше пойдем тогда. Ну, сейчас быстренько вам задачки покажу, еще что у меня есть, потом попробуем, попробуйте сами что-нибудь вкурять. Заблокировать доступ в сеть, 190, 268, 1, 0, 30, это вот эта вот сеть. Откуда? Со 72, 18, 1, 128, вот из этой сети. Соответственно, то же самое, да, по идее, сейчас мы откроем эту фигуру. Давай. Да. Смотри, мы можем... Да. Кто? Если стандарт аксесс, стандарт аксесс-листы вообще мало грузят. Ну, как бы, да, типа, они мало ресурсов потребуют. А которые экстендуют аксесс-листы, они говорят, что они более нагружают, получается. На той лекции ты опять же говорил, что лучше ставить аксесс на входящем интерфейсе, чтобы он не заходил на сам маршрутизатор и не грузил. Да, да, если ты... Да, да, да. Надо просто смотреть все время. Так, а что-то у меня тут не пингуется. 30... 30... Иди, что. Че? Подожди, я че-то не... Че у меня с PC2 не публикуется? Да. Или просто... Кстати, я не проверял, я просто его добавил туда и... А? Ну да, я на интерфейсе сделал, но IP-Access Grout. А вот на этой фигне должен кинговаться. Вот, да. А, у меня, наверное, просто этот, что-то PC2 не настроил. У меня может быть такой адрес. Ладно, короче, я тут уже торопился, видимо. Заодно покажу еще одну штучку вам прикольную. Мы можем когда пинговать... Смотрите. Делаем еще знак вопроса и у нас есть еще целая куча команд. Смотрите. Да, да, да. Видишь, у нас скалка опций здесь. И мы можем указать адрес. Соответственно, Source. И наш IP... Да. Да. Только мне надо вспомнить Show IP Interface Brief. И теперь мы сделаем 172.18. А-а-а, так правильно. У меня... Ладно. Не буду переделать. 9. 9... Почему часто приходит? Я уже отключил его. у меня же работало ну понятно но он должен он как-то же должен я не помню когда непонятно да и укупингу 772 30 01 так знаете почему знаете почему знаете почему потому что и она отсюда тоже не будет с этой сети лаб это у меня старая с успехом соответственно успех я не поднял чтобы он вот это вот сеть анонсировал вообще успех и здесь он просто маршрута не знает что этот что это соответственно давайте да ай-яй-яй ну я не давайте не будь я там у вас еще он своя лаба есть вы там еще что-нибудь посмотрите да 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 не успев это хорошая штука на самом деле ну чуть-чуть изменим лабу мы хотели сделать что заблокировать доступ вот в эту вот сеть из вот этой вот сети а давайте заблокируем доступ вот к этому айпиш нику вот из этой сети вообще из всей сети даже если вот отсюда будем давать чтобы он тоже не пинговался соответственно совершенно то же самое в принципе да ничего особенного мы должны нет мы смотри ну да да ну так так и дело разрешаешь давай там акцесс лист номер три мы делаем динай вот этой сети 172 30 0 вот это вот 00 до на давай проверим вот например с r3 он должен даваться сейчас если у меня мышцы там работает но как бы она должна работать пинг 172 30 10 5 окей 10 5 это вот это вот этот сранить на r5 конфигураем динай 172 30 00 вообще и маска маска обратно еще раз начинать читается очень очень простой метод смотрите если у нас маска вот как здесь сейчас 30 00 да мы хотим ну то есть слэш 24 это слэш 24 это что за маска 255 255 255 255 0 соответственно чтобы вычесть вычислить обратно вас куда мы должны вычислить вычислить из вот такой 255 ну из полной как бы 255 255 и здесь будет 255 так вот мы вычитаем соответственно здесь будет по нулям а здесь будет 255 вот это вот обратная маска для слэш 24 соответственно если у нас слэш 30 до понятно примерно да смотри что это это я видел единственное применение обратных масок если мы делаем рваные обратные маски рваные если мы хотим сделать смотри вот такую штуку но это не как бы если честно я еще не до конца с ними разобрался этом пару статей скину на хабре если у нас допустим есть несколько сетей но у нас там блин дурацкое проектирование просто нашей инфраструктуры да и там сети там 172 18 там ноль какой-нибудь один и у нас есть 172 какой-нибудь там ноль там 3 еще один мы с помощью wildcard маски обратная маска значит она что делать нас если 0 то у нас не может изменяться да а если 255 то может изменяться то есть мы можем написать 0 то есть мы выбрали вот этот вот это лил карт маска если пишем 0 значит мы выбрали что у нас 172 не изменяется потом например нам пофигу здесь 18 или 0 будет да а здесь мы хотим блин нет здесь тоже должно быть 3 мы хотим чтобы вот эти вот именно эти две сети там именно сети вот которых вот 3 октета настройка соответственно мы здесь пишем тоже 0 а здесь пишем 255 да и вообще нас прокатит 172 любое число 3 любое число не всегда при конфигурации access листов всегда обратная маска используется он тебе скажет смотри ты когда пишешь видишь ты пишешь дады най а он тебе говорит айпишник ты вопросик вводишь он тебе говорит блин build карт маска соответственно мы пишем 0 0 0 2 5 5 шоу айпи акцесс лист вот 3 у нас нас два раза у нас да это фигня вот это вот 10 по идее надо его удалить ну он будет воспринимать как айпишник по идее не указанный мол ну маска не указано соответственно это как айпи адрес теперь мы должны то же самое вон интерфейс он в т интерфейс пост эзернет 0 0 по идее нет но это же это же это же акция с лист и может написать то что она не будет работать это уже а и надо кстати остальные щек приписать ну те все разрешается что ты хочешь access лист 3 permit и не все так чё там какой-нибудь r3 я проверим еще разок пингуется r5 айпи процесс грау 3 спрашивает куда на inbound конечно давай по идее должно не работать уже все видите не пингуются и он нам точки пишут потому что мы уже раньше уже ну как бы на интерфейсе отключили этот ответ все на интерфейс мы применили это физически до интерфейс и мы сейчас применяем на да вот принципе наверно все третью я хотел показать вам на то же самое на именованный только да но я уже показал за как она там делается а если она отличается смотри консты когда заходим если ты просто аксесс листы ты пишешь аксесс лист и все и циферка это по старому по новому ты пишешь айпи аксесс лист вот видишь да по большому счету ну разницы нет они работают совершенно одинаково как бы это одинаковые аксесс листы только да ну даже не то что больше возможно просто не более удобно да нет а там должно быть удалить эту фирму стопудовно да должна быть должно быть может мы чё-нибудь не понимаем там писали что можно да в таких вот аксесс листах нового типа чего прикольно мы можем написать вот так вот не знаю r3 и пишем и какие-нибудь там тра тата да ты и теперь это делаешь шоу ну давай чё все зависишь а у меня просто нету давай посмотрим не знаю дефолт и не ехит но ирмит ремарк с с лентином коммент кто то 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 ну вот как то так в принципе все что я хотел вам показать соответственно сейчас я сделал лабу там там чуть-чуть по-другому все да и задачки там чуть-чуть по-другому другие что было вам интереснее